Здравствуйте, я Владимир Антохин. В Год науки и технологии в эфире программа «Наука и мы – программа о том, как наука изменит нашу с тобой жизнь в ближайшие 10 лет». «Ладно, хорошо. Здравствуйте, я Екатерина Шугаева. Через 10 лет наука сделает создание фейков бессмысленными». Ну, не удивляйтесь, дорогие гости телезрителей, вот вы, собственно, и столкнулись с фейком. С первым нашим фейком. Да, да, да. И тем не менее я, я, я пригласил оптимистов, которые считают, что через 10 лет наука сделает создание фейков бессмысленными. Это Андрей Манойло, политолог. Добрый вечер. Добрый вечер. И Евгений Абакумов, эксперт по информационным технологиям. Здравствуйте. Здравствуйте. Володь, видишь, не то, что на телевидении, я думаю, что просто от соседок... Вот так вот можно, да. Конечно, фейки можно делать вот так, поэтому, ну, как их сделать бессмысленными, я даже не представляю. Поэтому у меня по традиции сегодня в гостях скептики. Это Александр Сегалов, философ. Добрый вечер. Добрый вечер. И Андрей Ильяшенко, специалист по международным коммуникациям. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. В конце программы наши гости и оптимисты. И скептики. Сделают прогноз. Какой вероятностью через 10 лет наука сделает создание фейков бессмысленными? Об истории фейков рассказывает наш эксперт профессор Капустин. В 2020 году Коллинс Дикшонери признала выражение «фейк-ньюс» словами года. И действительно, сегодня ложь окружает нас со всех сторон. Но ложь, байки, сказки, выдуманные события, они ведь известны с очень древних времен. Геродот, так сказать, отправил финикийцев плавать вокруг Африки. Персидский царь привел двухмиллионную армию на тысячах кораблей. И более того, даже построил два моста через Дарданеллы. Очень много исторических фейков создали наши соседи. Это и выкопанное море, и самый древний язык, и победа над Золотой Ордой, и враги о Голодоморе, и так далее, и так далее. Конечно, это ложь. Но ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Сегодня 85% россиян обеспокоены потоком неправдивой информации. Ну, больше всего, конечно, недостоверная информация о коронавирусе. Каких только слухов не распространялось. Да и до сих пор, слушай, каких только не распространяется. А, прививку сделать нельзя, в ней какие-то чипы. Соль и алюминий не выводятся из организма, мне вот тут вот тоже недавно сказали. Поэтому у меня к тебе личный вопрос. Ты всегда уверена, что то, что ты читаешь или слышишь, это не фейк? О, Володя, я сейчас вообще не уверена даже в том, что я вижу, это не фейк, учитывая эти дипфейки. А ты? Чем больше готовился к этой программе, тем больше убеждался, что да. Дверить вообще ничему нельзя. Вообще, как говорили в одном сериале, все лгут. Александр Петрович, а получается, структура фейка какова? Какие его отличительные особенности? Фейк – это всегда ложь. Но ложью, но не всякая ложь – фейк. Если говорить коротко, то ложная, недостоверная информация, сейчас ее принято называть фейком целиком. Но, по сути дела, вопрос о самом фейке стал несколько не так давно. А что было до этого? Смотрите, важно, как врут и зачем врут. Самый первый архаичный способ – это сплетня. Она же слух, это бытовой разговор или сообщение, и оно содержит неподтвержденную, часто неподтвержденную информацию. Распространяется устно, смысл самоутверждения или дезинформация – неважно. Это еще не фейк. Это еще не фейк. Дальше идет домысел. Вот домысел – это выводы, которые могут делаться из этой недостоверной информации. Из лжи, как известно, может следовать все, что угодно, в том числе и истина. Но в данном случае домысел – это такое развитие, развитие слухов. Помните феклушу из «Грозы», которая рассказывала про людей с песями головами? Вот это типичный домысел. Это слух и домысел. Зачем она это делала? А за тем, что она говорила, я пойду сейчас на бедность соберу, покормят меня за то, что я рассказываю вот эти вот новости. Это тоже не фейки. Это домыслы, это слухи. А вот фейки – это ложная новостная информация, которая создана специально, уже как ложная. Но зачем она создана? Вот нынешняя, знаете, в 2016 году в Guardian Эльхант опубликовала статью, в которой она дала очень хорошее определение. Она сказала, что фейк – это ложная информация, которая специально сделана для того, чтобы увеличить кликабельность новости. Для того кликбейт – это ловец кликов. Заголовки продают, как мы знаем. Совершенно верно. Вот это и есть то, что сделало фейки потоками. То есть выяснили, что это очень удобный способ обращать внимание. У нас сейчас экономика внимания. Вот мы буквально недавно сделали такой экспертный текст, был сделан в ЦИОМе, в частности. И там, значит, как раз говорится, что экономика внимания – это когда мы платим за то, на что мы обращаем внимание. Конечно, сейчас продается наше время, наше внимание. Совершенно верно. И еще утка есть журналистская. Вот журналистская утка – это профессиональный фейк. Они же всегда были. Но они сделаны для того, чтобы обратили внимание на средства массовой информации. Андрей Викторович, вы не согласны? Да, я хотел бы дополнительный. Потому что фейк – штука очень интересная. Мы в последнее время серьезно занялись фейками, поскольку они стали неотеемлемой частью нашей жизни. Политики их боятся. Фейки вызывают панические настроения. Поэтому надо, чтобы кто-то защищал общество от них, и кто-то их разоблачал, и вводил на чистую воду тех, кто их организовывает. Так вот, фейк – это резонансная информация, способная создать ажиотаж. Это инструмент управления сознанием и подсознанием человека, но инструмент очень узкоспециализированный. Они бывают вирусными и невирусными. Невирусные фейки – это фейки, основанные на механизме субъестий, то есть нарушения, с сильным элементом примеси технологий нейролингвистического программирования. Вирусные фейки воздействуют на подсознание человека, на эмоциональную сферу и управляют через эмоции. Невирусные фейки воздействуют на сознание и потом уже на подсознание. Вирусные фейки распространяются методом психологического заражения, путем передачи эмоционально закодированной информации и состояния человека от одного зараженного к другому. Невирусные фейки передаются по законам коммуникации межличностной, когда человек совершает сознательный акт, тиражируя эту информацию. Поэтому они совершенно разные. Объединяет их одно – все фейки предназначены только для создания ажиотажа, и благодаря этому фейки распространяются очень быстро, их очень сложно перехватить и им очень сложно противодействовать. Но об этом мы еще поговорим, но после рекламы. Реклама на НТВ. В Год науки и технологий в эфире программа «Наука и мы». Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет наука сделает распространение фейков бессмысленными. Не только распространение, но и создание, я даже больше скажу. Да и сами фейки, я надеюсь. Да, но мы это выясним, потому что в конце программы наши гости, оптимисты и скептики сделают прогноз. С какой вероятностью через 10 лет наука действительно сделает создание фейков бессмысленными? Своё исследование фейков провёл наш эксперт Алексей Евгеньевич Капустин. В качестве эпиграфа, вот цитата из Гёте. «Блаженны, кто с надеждой рождены, Что море лжи преодолеем дружно, Нам нужно то, чего не знаем мы, А что мы знаем, нам не нужно». Фейковые новости – это намеренное распространение ложной информации. Фейки принципиально отличаются от других видов лжи. Ложь базируется всегда на недостатке информации. Фейки – на избыточности. Избытком информации легко манипулировать. Можно выбирать только нужные факты, Выстраивать логические цепочки, которые уводят далеко от истины. Два главных направления в использовании фейков. Первое, самое примитивное – это так называемое собственное раскручивание. Это использование интернета для заработка Или для повышения собственной популярности. Второе, гораздо более опасное – Это зомбирование населения с целью получения политических преференций. Например, всевозможные Мету, БЛМ и прочая нечисть. Зарождаясь в социальных сетях, на новостных сайтах, Эти фейки размножаются в средствах массовой информации. И становятся оружием, которое попадает в нужные руки. Андрей Викторович, ну вот действительно, А кто создает фейки, как их распространяет и, главное, зачем? Ну, почему создает фейки и зачем их распространяет? Особенно если речь идет о политических целях. Это, в принципе, понятно. Потому что фейки – инструмент, который используется для нанесения удара по противнику, Для его дискредитации, для того, чтобы сломить его волю или подчинить его волю своей. Потому что фейк, создавая ажиотаж, инициируя панику, Панические настроения, причем массовые, Он является очень мощным инструментом силового такого давления психологического На любого из политических оппонентов. Поэтому, когда в 2016 году во время избирательной президентской кампании в Соединенных Штатах Фейки впервые за историей своего существования Соединились в симбиозе с вирусными технологиями распространения, Их так испугались. И это стало появление подобного рода фейков, Которые распространялись вирусным способом, Стало новостью номер один. То есть цель фейка – дискредитация власти? Дискредитация конкретных политических лидеров, в первую очередь. Ну, посмотрите, вот я недавно была, когда на Камчатке начался фейк, Распространение было, как вы говорите, вирусным, О том, что на Камчатке все заражено, кошмар, ужас, Там что-то с океаном случилось, Какие-то химическое оружие туда вообще выбросили. На самом деле я была там, естественно, видела, ничего этого не было. То есть, ну вот конкретно прям был фейк. Люди распространяли. Целью было дискредитация... Что значит какого-то конкретного политического лидера? Никакого? То есть дискредитация в принципе власти? А почему нет? Нет, ну, речь может, конечно, идти и о дискредитации власти Вообще всей системы. Но, как правило, фейки всегда сфокусированы на конкретных людей. Ни на каком конкретном человеке этот фейк не был. Как же губернатор это допустил, например? Конечно. Вот, как он допустил и почему он молчит? Вот, если брошен фейк, а на самом деле этого нет, да? А губернатор молчит, значит, он что-то скрывает. А тут же начинается интерпретация и домыслы. Затем эти домыслы могут подниматься на ступень выше, потому что если губернатор молчит и его не снимают с должности, а тут катастрофа разрастается, значит, кому-то это выгодно, кто-то его прикрывает. Кто его может прикрывать? Его начальник. И удар поднимается выше и наносится уже по вершине властной пирамиды. Поэтому это такой инструмент очень эффективный. Если его вовремя не перехватить и не отбить, то он может наделать очень много бед. Евгений Михайлович, а вот вообще фейки, как вы думаете, это просто удовлетворение потребностей людей в сплетнях или новый вид оружия? Это уже, да, похоже на оружие. Это похоже точно на оружие, это точно похоже на конкурентную разведку и борьбу. И вот я к коллегам присоединяюсь, говоря о политических деятелях, мы не можем оставить в стороне работу с крупными компаниями и конкурентную борьбу в целом на рынке. Но если помните, например, борьба с российскими антивирусными программами на рынке Америки, это же вот то, что разошлось много где, когда говорили, это точно спецслужбы, какие неизвестно. То есть вы ставите антивирус... Да-да-да, говорили, что если вы поставите русский антивирус, хоть он и очень хорошо работает, он захватит ваш компьютер. Вот примерно так. И здесь явные элементы конкурентной борьбы. Поэтому фейки на сегодняшний момент это не только элемент дискредитации и такой в целом конкретного лица. Это может быть элемент дискредитации компании, конкретного продукта или каких-то действий определенных лиц, направленных вот в целом на конкурентную борьбу в мире и в каком-то локальном масштабе. То есть вы предполагаете, что фейк не обязательно носит политическую направленность? Конечно же нет. Это может быть фейк внутри страны между двумя компаниями, например? Ну, двумя, наверное, это сложнее. Может быть, тут больше и более глобальная конкурентная борьба, как вот на том же примере с антивирусом. Другое дело, что когда мы говорим о фейках, вот мне кажется, я бы тоже коллег немножко дополнил, не опроверг, но тем не менее добавил, что бывают и такие внутрикорпоративные фейки. Потому что когда у вас есть избыток информации, например, о каком-то событии важном, значимом, происходящем внутри корпорации, который приводит, может быть, приводит к экономическим или политическим последствиям, то и у вас что-то не получается, то некоторые могут быть заинтересованы в том, чтобы фейк как можно лучше подавал вашу ситуацию по отношению к ее реальности. И это такой интересный аспект, который мы, надеюсь, затронем в разговоре, когда информационные технологии и системы с этим борются. Но про борьбу мы еще поговорим. Коллеги, я просто тогда не понимаю, чем отличаются фейки от тех самых старых добрых слухов, которые были, когда я был маленьким. Когда я был маленьким, у нас в поселке война начиналась раза четыре. Вот поколение, пережившее войну, все война. Сахар, спички, соль, масло. Скупили. Чем это отличается от фейков? Мне кажется, вы сказали самые ключевые слова. Старые и добрые. Ну да, старые и добрые слухи. И ненамеренные. Потому что это самые старые... Это не злонамеренно было. Да. Все очень похоже. Слухи действительно очень похожи на фейки, а фейки на слухи. Но это разные вещи. Фейки — это резонансная информация, способная вызвать ажиотаж. И этот ажиотаж обязательно перерастает в какие-то стихийные массовые движения. Он часто перерастает в панику. Но могут быть и другие проявления. Важно, чтобы огромное количество людей было охвачено фейком. Фейк завладел их сознанием и подсознанием, лишил их воли, превратил в толпу. То есть это одна из технологий образования толпы. И затем эта толпа стала бы имитаться в поисках выхода или спасения. Слухи могут создавать такой эффект, но они на самом деле на это не заточены. Они заточены на передачу какой-то инсайдерской информации по каналам Сарафанного радио. А как же учебник спецпропаганды, который в 70-е годы еще был на военных кафедрах? Все то же самое. Как бороться со спецпропагандой, вызывающей случай? Я хочу сказать о том, что психология человека вообще с момента появления человека разумного не изменилась. Появился небольшой налет культуры, но он очень тонкий. Поэтому те механизмы, которые использовались в 70-х годах и раньше, мы видим сейчас и в фейках. Но никогда еще, да и фейки сами были, там бог знает с каких времен. Вот один из лучших примеров, это трансляция «Война миров» Уэллса. По радио. В 1938 году, когда началась паника, потому что забыли предупредить о том, что это радиоспектакль. Вот он. Но никогда еще не было спайки между фейками, способными создать резонанс, и современными технологиями вирусного распространения. Вот когда они соединились, соединились они в 16-м году. Евгений Михайлович, а вы говорите, какое отличие? Так вот это отличие есть. То есть появились средства, средства технологии доставки и передачи информации, которые делают любой фейк... С достоянием огромного количества людей. А, хорошо. Андрей Витальевич, как вы думаете, от фейков бывает какая-нибудь польза? Ну вот бывает же ложь, вас спасибо. Я детям иногда обманываю детей. Бывает, откровенно вам скажу. Вот представьте себе, если бы мы вот сейчас вот эти 15-20 минут говорили бы только правду друг другу. Как бы мы себя чувствовали бы. Мы говорим, что у нас написано. И подрались. Нам проще. То есть вам, судя по всему, не понравилось бы это, да? Вам, судя по всему, это не понравилось бы. Вообще такие в художественной литературе или кинематографе такие опыты бывали. Их делали довольно занятные фильмы, комедии получались и так далее. Ну, в общем, может, конечно, не комедии, а трагедии. Да, совершенно верно. Почему? Ну, самый маленький пример – это этикет. Ну, представьте себе, если бы мы не здоровались и говорили, как вы хорошо выглядите, а говорили, да, вот это мешки под глазами. Ну, к примеру, да? Поняла? Вот. Ты освоил фейки. Идеально просто я поняла. Понимаете, это вот такой маленький пример. Но есть вещи... Но это просто ложь во спасение. А именно вот фейки, когда это специально распространяется. По большому счёту, это одно и то же, это синонимы. Просто вот мы только что говорили о том, что фейк характерен для нынешнего этапа развития информационных технологий. То есть для интернета и особенно соцсетей. Да. Это именно, так сказать, признак нашей продвинутой информационных технологий и людей, которые ей пользуются. А ложь, она была всегда... То есть фейк – это технологическая ложь. Такая уже очень модная высокотехнологическая ложь, которая формирует свою мощь, о которой говорил Андрей Викторович, именно благодаря особенностям распространения информации в интернете, особенно в соцсетях. Ну, мы, правда, ушли сейчас от темы ложь во спасение, но я уж продолжу тогда. Вот вы наверняка подписчик соцсети, у вас есть свой аккаунт. Ну, наверняка просто. Там, допустим, 200-300 человек, которые, так сказать, с вами залинкованы. Друзья ваши, френды. Если один из ваших друзей публикует некую информацию, но он ваш друг, вы ему поверите? Скорее да. Скорее да, чем нет, правда? Он-то может ошибиться в силу каких-то обстоятельств. А когда вы видите, что ваш друг, коллега, распространяет эту информацию, вам ее легче воспринять. Верно? Но там есть еще 300-400 человек, и все они сказали, вот. Вы смотрите. Ну, мало того, что мой друг, там еще и другие, в общем-то, нормальные, уважаемые порой люди, они тоже... Согласились и поддерживают. Да, а пробируют, это нормально. Поэтому вы тоже ставите лайк, а еще более того, делаете форвард. То есть эта информация, которая изначально была неправильной, через вас попадает уже к другим. Мало того, что вы ее воспринимаете как правдивую, о том, что Земля налетит на небесную ось. Нет, вы еще ее отправляете другим. То есть происходит вот этот вот вирусный эффект. Я поняла, надо запретить в соцсетях клавишу поделиться. Сейчас вот с этим... Я выяснила, как бороться с фейками. Можно много чего сделать. Вообще клавиши запретите. Хорошо, да. Андрей Викторович, а кто-то, да, вот профессионально борется с... Вот кто-то, как я, понял, как это делать. ...с фейками в мире, в России. Ну, вот все боятся фейков. Все считают, что это абсолютное оружие, это абсолютное зло. И это отчасти действительно так, потому что мало кто знает, как с ними бороться. Но... И поэтому мы чувствуем себя незащищенными перед фейками. Но это, на самом деле, тоже одна из иллюзий, так же, как и абсолютно лживый фейк. Потому что бывают и правдивые фейки, например, фразы, вырванные из контекста, создающие резонансный и ажиотажный эффект. На самом деле борется с фейками довольно большое количество славных парней, ну, и ведомств, которые они представляют. Ну, и для того, чтобы это рассказать, давайте я выйду на доске. Парней и ведомств, которые они представляют. Лучше это нарисовать. Не открываем государственные тайны. Подожди. Ну, слова, мы все-таки защищены от фейков, я уже радуюсь. Мы будем открывать государственные тайны, но в рамках, так, чтобы не больше трех лет. Да, там, так, намеками, намеками. Погодите, можно еще поменьше. Но не больше, потому что через пять лет я точно знаю, что я буду занят. Поэтому больше мы не можем себе позволить. Так, кто же борется с фейками? Значит, поскольку фейки – это практически абсолютное, безотказное и очень точное и сильное политическое оружие, то в политической сфере с ними борются представители целого ряда ведомств. Но, во-первых, это специальные службы. Вот мы под номером один их и напишем. Специальные службы. Как называется, нельзя сказать? Это все, что относится к разведке. Это разведка, контрразведка, политический сыск, то есть все виды. Специальные службы занимаются борьбой с фейками, потому что именно фейки создают эффект, когда определенные люди под их воздействием выходят из-под контроля. Государство, ну и в том числе и всех остальных. Значит, они с ними борются. И они их используют, потому что фейк – это инструмент, и в этом отношении он не может быть абсолютно плохим или хорошим. Это вот как нож для резки хлеба. Им можно резать хлеб, можно попытаться убить человека. Хотя убить хлебным ножом человека – это надо очень долго практиковаться. Используют. Они же его и используют. Точно. То есть они живые… Для борьбы с врагами государства. Значит, борются. Какие методы они при этом применяют? Ну, разумеется, это вот триада известных спецслужб, в деятельность спецслужб – это выявление, предупреждение и пресечение. Выявление, предупреждение, пресечение. Потому что проще предотвратить вброс фейка, поработав с теми, кто там собирается провести эту атаку. И хотя бы объясните им о том, что если их планы раскрыты, не стоит даже соваться. Чем потом бороться с последствиями этого фейка? Потому что если вылетит, фейк не воробеет. Мало не покажется. Мало не покажется. Поймает – вылетит. Выявление. Но помимо оперативно-агентурной работы, которой занимаются все спецслужбы, это очень важная, есть еще и очень важная функция мониторинга. Когда идет фильтрация информационного пространства, и если фейк вбрасывается в рамках какой-то операции, у любой информационной операции или диверсиона, подрывной, который проводят спецслужбы, есть подготовительный этап, и этот подготовительный этап всегда в виде маркеров появляется в информационном пространстве. Ну, плюс вы сказали, что у фейков есть отличительные особенности, поэтому его сразу можно все-таки определить. Мониторинг. Ну, и важным инструментом является разоблачение фейков. Когда занимается перехватом сначала информационной повестки, а потом оперативной инициативой у фейка, очень важно не просто эту инициативу перехватить, важно разблочить этот фейк, потому что он производит определенный эмоциональный эффект. Но если показана его механика, то есть показано, каким образом он вводит массу людей в заблуждение, и пользуется ими, то это производит эффект холодного душа, потому что никто не любит, когда его используются как тряпочкой, вот как... Разоблачение, я допишу. Разоблачение. И вот попробуйте определить, кто из нас, что здесь написал. У нас абсолютно одинаковые почерки. Значит, использует. У нас есть видео. Без криминалистов. Но есть и дипфейки. Мы свое видео переделаем. Вот это графический дипфейк. Но мы, честно, не готовились и не репетировали. Ты еще и технологии освоила. Вот. Использует. Использует, конечно, в оперативных играх и в специальных операциях, которые спецслужбы проводят. Потому что метод провокации, стимулирующий, когда противника провоцирует на что-нибудь, он начинает дергаться, ударяется в ту же панику, то есть его охватывает эффект ажиотажа. И, потеряв голову на секунду, он заваливает собственную операцию. Это вот старый как мир метод, на котором базируется практически вся работа разведки. Второй крупный конгломерат ведомств, который противодействует фейкам, или занимается этим, это администрации глав государств. Или иногда их называют офисы. Но вот у нас есть администрация. АП у нас есть. АП, да. Администрации. Не, 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 так никто не узнает. Вот так все привыкли. А, П, отлично. А, ну да. Теперь мы перешли к людям. Это гражданское общество. Нас кто-нибудь должен учить. А, подождите, гражданское. Давай прямо напишем вот так вот. Мы люди. Ну, конечно, мы люди обычные. Но только кто нас учить-то будет? Так вот мы специально и собрались здесь. И научно-популярные программы для этого, кстати говоря, и предназначены. И бывает, что, видя, что государству нужно помочь, люди объединяются и создают общественные проекты. И вот одним из таких проектов является проект «Вбросом нет», действующий на платформе компьютерной, который специально заточен под выявление и разоблачение фейков. Знаете вы, что здесь забыли в прекрасной вашей схеме? То есть люди здесь, эти борются, тут частично боятся. На самом деле, люди-то что делают? Люди еще распространяют. О! Но ведь мы же сами, к сожалению, это наша функция. Эти не распространяют. Эти мы их и распространяем. Но вот об этом мы еще, я думаю, поговорим. Да, если мы знаем, что это такое, то мы вооружены. Да, ну и четвертая категория – это психиатры. Это те люди, которые с фейками не борются, Смотрят на это все, я думаю, это очень ужасно. А борются с их последствием применения. Вот четыре категории. Спасибо большое. Знаете, одно очень грустно, что функция распространения… У нас психиатров никуда, вот что самое грустное. Функция распространения у нас самая сильная. Почему в школах нет рек, уроков? Это мы еще обсудим, обязательно обсудим. Но ты не поверишь, после рекламы, реклама на НТВ. В год науки и технологий в эфире программа… Мы и наука. Наука и мы. Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Александр Петрович, почему люди с такой легкостью ведутся на фейки? Ну вот, например, про пираньи. И все же знают, что они хищные, там, животные. Только засунешь руку и сразу съедят. Давай. Ну ладно, только ради науки, только ради науки. Я тебе скажу больше. 60 видов пираньи, только 4 плотоядные. Так что давай, вытаскивай, они никого не едят. Я бы засунул не свою. Ну я так не могу поступить. На данную программу давайте. Как раз вы сейчас проиллюстрировали то, что я хотел сказать. Дело в том, что правда, она, вообще говоря, она скучная. Ну правда и правда. Ну, однозначная. А фантазии, они могут быть самыми кучерявыми. Вот, пожалуйста, вам пираньи, это как раз кучерявая фантазия. И как в нее интересно верить. Страшно. Ну ведь щекотчь, ну нервы щекотчь. Идущего на НТВ. Сейчас вот он вылет культуратуру. Это же красиво. Нет, ничего не получилось, жалко, конечно. Но что же делать-то, да? Вот зритель так думает. Так вот, фантазии, они могут быть самыми замысловатыми. И вот в этой ситуации может показаться, что, конечно, любую фантазию может здравый смысл побороть. А вот со здравым смыслом у нас засада. Потому что здравый смысл, он ограничен повседневностью. Вы размышляете, грубо говоря, о чем вы знаете? Вы знаете о своей профессии, которой вы занимаетесь каждый день. Вы знаете, как дома не совать пальцы в розетку, не садиться на газовую плиту или там на электрическую и так далее. Вот в этом смысле вы адекватны. А теперь давайте вот мы вас выведем из вашей повседневности, из той сферы, в которой вы имеете компетенцию. Как говорил известный персонаж, вывезли его за город, он и потек. Это если вы помните в Покровских воротах. И вы потечете, потому что вы не знаете, почему. А у вас, вообще говоря, один мыслительный инструмент есть, так называемая когнитивная сетка. Вы, если вы физик, у вас она физическая. Если вы там лирик, она у вас лирическая. А теперь я вас вывожу из сферы вашей повседневности. И чем вы, каким инструментом вы пользуетесь, тем же самым. А он к этому не подходит, он неадекватен. Но почему вместо того, чтобы проверить, люди просто вот сразу верят. А у них нет способа проверить, они не умеют проверять. Ведь реклама на этом строится, на том, что вас вытаскивают из сферы вашей компетенции и начинают нам вешать лапшу на уши. Это же тоже манипуляция. Давайте я объясню, почему люди могут проверять информацию, но почему-то этого не делают. Дело в том, что мы вот в самом начале говорили о том, что фейк – это узкоспециализированный инструмент. Для чего он предназначен? Он предназначен для вскрытия, как консервный нож, который вот вскрывает консервную банку, защитных механизмов, которые есть у человека. Человек может быть прекрасно подготовленным. Он может пройти несколько курсов информационной безопасности. Он может знать, что всю информацию надо проверять. Но как действуют фейки? Вирусный фейк, попадая в поле зрения человека, воздействует сразу на подсознание его. Подсознание срабатывает быстрее, чем сознание, потому что подсознание – это эмоции, инстинкты, рефлексы. Сознание всегда срабатывает медленно. Значит, вирусный фейк попадает в подсознание, вызывает резкое эмоциональное возбуждение. Человек мгновенно переходит в пограничное состояние эмоциональное. И в этом состоянии эмоциональное отключает рациональное. То есть он может быть и рад бы сознанием своим воспользоваться, но оно у него отрубается, подавляется полностью. А самое главное, самое плохое, если он в это время успеет что-то сделать, поделиться, реагировать. И вот именно на эмоции он потом и действует. Так вот, фейк – это консервный нож для банки, который позволяет защиту людей вскрывать. Я как практик, но не в области фейков, а в области журналистики просто хотел бы пояснить, как это происходит. У нас есть информационные потребности. Самая главная информационная потребность – это потребность в информации, связанной с вашей, с нашей безопасностью. Физической прежде всего. Физической прежде всего. Поэтому, когда вы получаете информацию о безопасности вашей или ваших близких, эпидемия, не будем о политике, эпидемия, вы ее всегда воспринимаете с наиболее, скажем так, негативной точки зрения. Понимаете, вот 100 человек заболело гриппом или ковидом, да? Это вас информирует СМИ, но вы экстраполируете. И вам кажется, что через 2-3 дня… Чтобы защитить родных, ну, то есть получается… Да, через 2-3-4 дня это уже будут тысячи. И, соответственно, это, как говорит Андрей Викторович, вскрывает, то есть пробивает вашу рациональную защиту. Есть другие вещи. Вот в этой, так сказать, пропаганде… То есть это заложено в нас эволюцией. Да, абсолютно верно. Нам же язык дан, чтобы распространять его. Это именно эволюционно. Мы воспринимаем угрозу по максимуму. Это касается эпидемии, это касается стихийных бедствий, это касается технологических аварий, там, на атомных объектах, к примеру, понимаете? Любая остановка реактора, она воспринимается вокруг… Сразу как авария. Вот. А там, может, пробки перегорели, к примеру. Обычно. Нам для этого язык, да, получается, чтобы предупреждать. Хорошо. Вот как раз… Говоря, что я хотел бы добавить, хотя тема огромная. Евгений Михайлович, ну, действительно, мы уже говорили, что основное страшное в фейках, что распространяются практически мгновенно, никто ничего не проверяет. Раньше новости как? Ну, вот, голубиная почта распространяла, закрыли голубя, и всё. И нету никаких тебе информационных фейков. А сейчас какие технологии должны развиваться, чтобы вот мы уже не дедовскими старыми методами работали, а чем-то более современным для борьбы с фейками? Закрыть же фейк невозможно или всё-таки возможно? Мне кажется, у нас точно есть основания для хороших новостей. Так. Во-первых, информационные технологии как науки развиваются уже более 50 лет, и всё-таки технологии обработки информации всё больше и больше приходят в нашу жизнь. Во-вторых, с технологиями распространения информации, которые мы с вами обсуждали, соцсети, мессенджеры, всё что угодно, приходят и технологии анализа этой информации. Соответственно, если говорить про новые технологические направления, это большие данные, искусственный интеллект, квантовые вычисления, то, во что верят следующие поколения вычислительных систем, которые придёт в нашу жизнь, да и высокопроизводительные вычислительные системы, которые всё это позволят обработать быстро. Ведь если у нас распространяется через соцсеть, мы точно можем найти источник этого фейка, слуха, информации, которая у нас там появилась. И это будет делаться автоматически? Я думаю, что именно к этому мы идём. Я не думаю, я точно знаю. Потому что на сегодняшний момент человек же почему не проверяет? Да даже технологически это довольно сложно. Не только он пробивает информационную защиту, и вот абсолютно согласен с коллегами, а ещё возникла, а как проверить вам? Пришло действительно от человека, которого вы точно знаете. Но он же тоже кому-то доверился, а тот ещё кому-то. А ещё это модифицировалось в процессе. Но цепочку-то мы можем поставить, обработать её быстро, обработать онлайн и сказать, откуда она появилась. Ну, слушайте, святое место пустое не бывает. Победили грипп, пришёл ковид. Ну, я не знаю там, да? А если мы действительно даже технологическими методами победим фейки, может быть, им на смену придёт совсем что-то страшное? Конечно. Несомненно. Ну, во-первых... Я так надеялась, что вы скажете нет. Придёт голая правда. Позвала скептиков разбираться с ним сама. Лучшее может быть то, что сейчас очень входит в моду. Это дополненная реальность и виртуальная реальность. Мы, в общем-то, уже отчасти с этим сталкиваемся. То есть с дипфейками сталкиваемся? Видео не отличишь уже, да? Да. Ну, первый дипфейк, пока мы, так сказать, над ним смеёмся, но на самом деле это ещё одно средство пробить наши защитные механизмы, которые вроде как нам позволяют отбиться от всякого вранья. И это создаёт, в общем-то, очень большие угрозы абсолютно во всех сферах. Конечно, прежде всего в области безопасности. Ну, вы представьте себе, если какой-то политик вдруг появится на экране и объявит войну другому государству. А у того красная кнопка? Да. Поверил, пожаловал. Вот если да. Ну, этого, в общем, достаточно. Такие же механизмы, и это, в общем, происходит уже, позволяют, наверное, дезорганизовать финансовые рынки. Ну, а почему бы и не? Экономический кризис можно устроить. Да, ну, в общем, любой фейк, организованный как дипфейк, потому что к простым фейкам уже привыкли, может обрушить очень стабильные акции, вызвать панику, вызвать девальвацию. А тем более, когда мы видим пузыри на этих всех рынках, то потом, может быть, очень тяжёлые последствия. Вопрос ко всем гостям, оптимистам, скептикам. Как понять мне, что передо мной фейк, и как с ним бороться? Вот просто несколько советов, да. Вы должны задать себе вопрос. Как вам это говорят? И зачем вам это говорят? С какой целью? Как вам это говорят? Эмоционально? Уже ловите, что может быть фейк. Фейк. Вот здесь говорили про эмоции. Если рационально, вы смотрите, а вдруг там нарушение логики есть? Огромное количество логических, будем так говорить, неправильных ходов есть. Подмена тезиса. Все люди хотят, чтобы в нашем парке был построен торговый центр. Какие все? Так не бывает. Кто эти все? Значит, уже врут. Вот уже врут в этом месте. Когда вам начинают говорить, вообще ты кто такой? Почему ты со мной на эту тему разговариваешь? Чего ты об этом знаешь? Это называется аргументация от Хомена, то есть к личности. Вот это всегда перевод. Когда якобы с вами разговаривают логически, на самом деле это опять перевод в эмоции. Потому что, конечно, человек боится оказаться в одиночестве, боится выглядеть плохо. То есть эмоциональные вещи. И, наконец, с какой целью вам говорят? Вы вообще, зачем вам вот это говорят? Человек должен задать себе вопрос. Вот мне сказали, что я должен сделать? Бежать, не делать прививку? Или, наоборот, бежать, что-то покупать? Вообще, зачем мне это говорят? Прекрасная была история, когда в одном из небольших городков была паника насчет войны. А оказывается, сахар с риксом смешался. Надо было просто спихнуть вот эту вот странную смесь. У меня бабушка на этом деле как раз накололась. Мы потом пили чай с риксом. Проверяй источники. Проверять источники. Если обращаются к твоим эмоциям, а не к логике, значит, возможно, фейк. И зачем это нужно? Самая подлая вещь, это когда вам заявляют одну цель, а посредине решают свою. Помните историю с Буратино? Когда лиса Алиса и кот Базилия говорят, давайте посадим, вырастет дерево, иди спать. Но Буратино был деревянный, он не заснул, поэтому у них провалился. Но у них же был промежуточный результат. А еще один у нас был кот Базилия Мавроди. У него же тоже был промежуточный результат. Не вас деньгами наполните, а в какой-то момент взять их и забрать. Довольно легко и безошибочно мы все с вами распознаем фейки по тому, как у нас подпрыгнул адреналин в крови. Вот прилетел какой-то призыв эмоциональный, что-то немедленно сделать, прямо сейчас куда-то бежать или от чего-то спасаться. Почувствовали вы, что у вас резко поднялся адреналин и пошло возбуждение. Это уже индикатор того, что сначала надо остыть, а потом задуматься, откуда прилетел этот призыв, что он содержит и на какие действия он нас с вами подталкивает. Уважаемые гости, оптимисты и скептики, с какой вероятностью наука действительно сделает создание фейков бессмысленными? Кто готов? Александр Петрович, ваш прогноз. Исчезающая малая вероятность, я даже не берусь ее оценивать по одной простой причине, потому что за фейками лежат интересы людей. Интересы, которые противостоят друг другу. Пока есть противоположные интересы, будут фейки или что-то, что их заменит. Я закончил. То есть ноль? Ноль? Да. Ноль. Спасибо большое. Данил Витальевич, у вас есть прогноз? Я по части прогноза абсолютно присоединяюсь к коллеге, хотя у меня немножко другая аргументация. Тут вот надо напомнить, что ложь, как говорят психологи, ученые, это процесс динамический. То есть если вы не хотите обмануться, вас никто не обманет. Только если у вас есть некая склонность к самообману, она есть у всех, то... Ну, вы знаете, ах, обмануть меня несложно, я самообманываться... Совершенно верно. Я хотел процитировать, да, но вы меня опередили. До тех пор, пока человечество, человеческая психика не избавится от склонности к самообману, а это, в общем-то, так сказать, достаточно распространённое явление. Если мы хотя бы обратим внимание на то, что вся художественная литература, поэзия, ну, это, по сути дела, ну, некий обман. Это фейк. Я с вами не согласна. Вы знаете, вот в фантазёрах же хорошо написано. Большая разница между фейком и фантазиями. И фантазия, это на самом деле хорошо. И литература, это как раз фантазия, а не фейки. Ну, вы знаете, психологи оценивают и детскую ложь. Она тоже имеет какие-то мотивы. В частности, говорят о самоидентификации, о желании отделиться от родителей и так далее. Это большая тема, на которую, наверное, психологи лучше, так сказать, могут ответить. Ну, я думаю, отдельную программу. Ну, прогноз ноль. Прогноз ноль. Спасибо большое. Я считаю, что с вероятностью 95% наука через 10 лет сделает фейки бессмысленными, потому что они будут существовать, но они перестанут оказывать то действие, ради которых они создаются и на оказание которого они предназначены. Дело в том, что за всю эволюцию человечества человек сталкивался с угрозами и опасностями, гораздо более опасными, чем нынешние фейки. И на все эти угрозы человечество в процессе эволюции выработало железобетонные инструменты защиты. Фейки, они просто явление молодое. Вот они появились недавно в сочетании с вирусными технологиями. Поэтому никто не знает, как на них реагировать, и все их боятся. Пройдет некоторое время, и найдется противодействие. Ну, а пока 95%. 95%. Спасибо большое. Евгений Михайлович, ваш прогноз. Я за 100% и объясню свою позицию. Во-первых, мне прям захотелось перечитать книгу «Фантазеры», потому что слово «фейк», мне кажется, там точно отсутствует. Конечно. И уже исходя из того определения, которое мы с вами все вместе здесь дали, фейк появился, в общем-то, недавно. Поскольку это сочетание скорости распространения технологий, распространения информации и лжи. Конечно, ложь будет всегда. Но с точки, если появились недавно те технологии, которые дали лжи возможность стать фейком, то появятся и те технологии, которые уберут эту основу от того самого фейка. Сто процентов. Спасибо. Володя, с вероятностью 48,75, к сожалению, меньше половины наук. Ну, почти половина. Ну, слушай, все равно меньше. Там Андрей Викторович был несколько скептичен. Фейков бессмысленными. Самое интересное, что ведь ложь существовала всегда. Сейчас просто, мне кажется, в современном, очень быстром мире мы люди, что мы делаем? Мы видим информацию, реагируем на нее, тут же ставим лайки, тут же распространяем, не думая. А ведь, ну, как бы все зависит от нас. Достаточно задуматься. Прервать эту цепочку, и все. Да, очень важно в современном мире уметь задуматься, остановиться, поскучать, выдохнуть, посчитать. Мне кажется, этому надо учиться. Ну, и вообще, мне кажется, что люди, которые именно распространяют фейки, не думая... И ведутся на них. Нет, я-то ладно распространяю. А кто вот ведется... Ну, вот они выглядят вот именно таким образом. Не выглядите вот так вот. Да, в общем, думайте сами, решайте сами, и не ведитесь на фейки. Лучше кушайте правильно, но ни в коем случае не ведитесь на фейки. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok